Дизайнер интерьеру Дизайнер интерьеру Дизайнер интерьеры Дизайнер интерьера Вот, если можно, картинку сюда с цветотипами, там, девушки такие красивые изображены. Извините, извините, что не мужчины. Ну, мы сейчас по девушкам, да, пойдем, пройдем. Да, вот это как раз у нас представлен цветотип зима. Его отличительные особенности, да, это контрастность. То есть, это темные волосы, это яркие темные глаза, это выразительные черты лица. Вот как раз у нас и на представитель зимнего цветотипа, да. Как раз попадает в эту точку, и так есть. Так что под нее мы расскажем интерьер, как создать чуть позже. А вы говорили, что нет. И извините. Я буду добавлять тогда свой диван. Да, да, да. Есть также, вот, допустим, вот это у нас цветотип, это весна, насколько я помню. Да, здесь у нас, видите, такие мягкие все переходы между цветом волос, цвет глаз, цвет губ, цвет кожи. То есть, они вот такие мягенькие у нас. Дальше у нас идет цветотип, это осень. Золотая осень. Золотая осень, яркие, рыжие, такие экстравагантные женщины, как раз попадают в эту категорию. И цветотип лета, вот такие у нас светлые девушки. Вот, так что где-то вот я в них попадаю. Вот так. Сегодня мы поговорим о девушках, которые по цветотипу зима и мужчины цветотип зима. Да, да. Да, а что и как нужно делать и, скажем так, чем разбавлять эту зиму? Потому что, кстати, бывает же еще там зима теплая, зима холодная и так далее, цвета, поэтому тоже еще. Это николаевская зима. Да, поэтому мы сейчас будем ее определять, какая у нас там будет зима. Открылзовый цветотип. Да. А по поводу вот все-таки в интерьере, как это использовать и что нужно делать? Смотрите, точно так же вот как у нас цветотип, да, вот мы разбирали только что внешности, он яркий, контрастный, мы его можем охарактеризовать, да, вот посмотрим на инну и все понятно сразу становится. Я тоже посмотрел первый раз перед, знаете, перед эфиром, с первым героем в жизни, посмотрел, все понятно. Вот и вам сразу все понятно, но все-таки расскажем, что и как. Точно так же и мужской цветотип, да, если у нас контрастные волосы и контрастные глаза, мы это подчеркиваем контрастной помадой и это выгодно смотрится. Точно так же и в интерьере. Это должен быть контрастный интерьер, это, кстати, единственный интерьер, в котором можно использовать чистые черные и белые цвета, единственный. То есть, для осени и весны. Вот мы сейчас видим этот вариант, вот, да, чисто черный и белый. Да, тут у нас еще присутствует графитовый, как оттенок черного, вот, и в этом интерьере, я думаю, что в этом интерьере люди, которые, допустим, лето, со светлой внешностью, на белом просто потеряются. Да, 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 во-первых, потеряются, во-вторых, он их захолодит, то есть, их внешность не будет подчеркнута выгодно настолько, чтобы смотреться гармонично в пространстве. Вот, поскольку дизайн интерьера, он все-таки отображает, ну, я в него вкладываю то, что создавая дизайн интерьера, мы должны вникать не только в обстановку, да, в мебель, там, цвет обоев и прочее, а и в человека, который будет здесь жить. Потому что мы это создаем не просто как экспонат выставочный, а действительно место для жилья, вот. Где проводить, да, свое время нужно будет. А по поводу вот создания интерьера, бывают такие клиенты, которые хотят, вот, да, и вы знаете, что по цветотипу надо сделать так, но хотят что-то другое. Как-то добыть? Да, да, да. Вот, кстати, у нас здесь был представлен интерьер спальни, и там была картина с золотом. И хотя у нас и муж, и жена, они подходили по цветотипу зима, но золото вообще категорически использовать в этом цветотипе нельзя. Мы сюда нарочно добавили вот эту картину с золотом, да, чтобы она немножко оттеняла. Все-таки спальня это место, где хочется согреться, где хочется окунуться в сон, да, то есть почувствовать себя немножко в тепле, да. Вот поэтому мы добавили здесь теплый золотой акцент, и хозяйка, она, как бы, вот, была приверженницей того, чтобы добавить именно эту картину сюда. Я думаю, что большинство наших телезрителей хотят, чтобы в спальне было уютно, даже не только в спальне, даже на рабочих кабинетах, вот мы как это делали, мы хотели, чтобы было уютно, какие-то теплые тона. Вот как для вот таких контрастных людей с контрастной внешностью сделать уютным дом, но с контрастными цветами? Смотрите, ну, во-первых, вот если мы представим опять-таки зиму, да, допустим, красный, цвет рябины, это тоже относится к зиме, правильно? Или там грудка снегиря, это тоже у нас образ зимы. Мы можем вот эти вот цвета использовать в отделке интерьера, там, допустим, добавить красные такие рябиновые подушечки, да, какие-то, или, допустим, акцентную стену сделать в таких вот цветах, да. То есть это должен быть небольшой акцент. Вот если мы посмотрим на зиму в целом, да, представим образ зимы себе. Вот у нас стоит дерево без листьев, на нем красные грозди рябины и много-много снега, да, то есть у нас основной контраст приходится на снег и дерево. Ягодок у нас мало. Точно так же мы подходим и в интерьере, в создании интерьера. То есть добавляем вот эти ягодки по чуть-чуть, по чуть-чуть. По цветам мы определились, а вот мне интересно по факторам и по материалам, которые выбирать для цвета типа зима. Смотрите, ну вот, допустим, можем рассмотреть вот этот интерьер. Это интерьер детской, и он у нас тоже создан именно для цвета типа зима, потому что ребенок у этой супружеской пары тоже был такой вот зимний, да. И хотя у нас здесь есть и травка зелененькая, да, вы видите, и такие яркие цвета, вот как бирюзовый на стене, но они все относятся к зиме. То есть вот смотрите, серый, потом бирюзовый, и мы добавляем акцент красный, да. Вот это вот у нас место для чтения такое небольшое, где есть такой вот круг мягкий, да, в который ребенок погружается и там читает. То есть... Лично я бы и сам, не только ребенку, и сам бы было бы некомфортно. Вот у нас и начинают тут играть фактуры. Допустим, мы используем фанеру. Фанера у нас достаточно холодно смотрится, да, с этими горами, которые мы там нарисовали. Потом у нас идет кирпич, и идет у нас дерево более теплое, но опять-таки это коричневый, но более в холодной гамме. Вот, точно так же, если мы посмотрим, опять перейдем на природу, да, тоже у нас фактуры начинают играть. Снег он фактурный, рельефный, да. Дерево у нас присутствует, но дерево холодное, поэтому вот все это мы переносим в интерьер. То же самое и небо, да, допустим, то, что касается голубых оттенков. А по поводу спальни понятно, что быть, как быть, например, с кухней, что там? Кухня, ну, кухня тут точно так же. В принципе, подход у нас к любому помещению идет точно такой же. Мы представляем себе зиму, да, образ зимы, и этот образ зимы воплощаем в кухню. Вот, допустим, вот у нас кухня, да, идет. Здесь больше акцент сделан на камне. Вот эта фактура камня, допустим, на стене, да, вот этот кирпичик декоративный каменный, и дерево, как бы, в фасадах самой мебели кухни, оно тоже такого каменного оттенка. Но выглядит все равно уютно, несмотря на серый тон. Да, да, да. Это все потому, что, во-первых, мы использовали здесь округлые формы. Все-таки снегу, сосулькам, да, присущи вот эти вот округлые немножко формы. Вот то же самое здесь использовано. Допустим, обратите внимание на светильники, обратите внимание на потолок. Вот эти вот круглые формы на стулья, да, спинки стульев, они сождают вот этот вот уют. То есть вот этот холод, он как бы сглаживается и обретает вот такой вот... По поводу геометрии, кстати, то есть самое основное это округлые, без каких-то конкретных острых углов и так далее, да, в мебели? Острые, да, лучше острые углы вообще в мебели не использовать, потому что острые углы по психологии, они развивают агрессию, то есть они провоцируют человека на агрессию. Поэтому максимум можно использовать 90 градусов угол, да, и округлые какие-то мягкие формы. Ну, это лично мой метод в подборе интерьера, потому что я хочу, чтобы люди были у нас... С позитивом, дома был только позитив. Да, мы как раз только недавно и сегодня как раз такой день-день против насилия, поэтому надо пускай все будет округлое. По поводу, смотрите, наполнения, то есть интерьер есть, ну вот по наполнению, цветотипы и вообще вот цветотип интерьера влияет ли на наполнение? То есть на диваны, на какую-то еще мебель дополнительную? Ну, возможно, на его расцветку и фактуру. Вот, то есть, допустим, если это будет цветотип осень, да, понятное дело, что диван мы уже будем подбирать не холодных оттенков, а теплых. Таких осенних, бархатных. Ну, и то же самое по ткани. То есть ткань не будет, допустим, рогожка, да, а это уже будет какой-то вот бархат какой-то вот такой вот. То, что присуще осени, да, уже? Да. Ну что ж, вот так, основные вопросы разобрали, самое главное, я думаю, чтобы было уютно и комфортно. И, кстати, такой вот момент, есть ли возможность, например, у клиента вот параллельно с вами постоянно делать и вносить какие-то правки, вот что-то не нравится и даже это если не подходит, то стопроцентно вы возьмете это в учет? Конечно, у нас есть такая возможность, мы работаем с клиентом вплотную на протяжении создания всего дизайн-проекта от начала до конца. Плюс у нас еще есть такая услуга, как авторский надзор, то есть дизайнер наблюдает полностью. Еще и надзорные, да? Да, еще и надзорные, это отзиратели. Приходим и наблюдаем за строителями, правильно ли они делают все по проекту, потому что бывают разные строители, вот, поэтому необходимо следить за этим. Ну и также помогаем клиенту, допустим, с выездами в магазины, покупать мебель, подбираем это все. Если не кардинально, есть ли возможность, например, изменить интерьер, вот, внеся только некоторые поправки, опять-таки, следуя за теми цветотипами? Вот, кто-то кардинально все менять не хочет, только что-то, вот, за счет чего это можно сделать? То есть декорирование, да, так вот? Это можно сделать, во-первых, за счет текстиля, это очень такой широкий распространенный способ декорирования, быстрый, потому что вот даже в обычное помещение, такое незамысловатое, даже, скажем, где-то сабдеповское, его можно немножко разбавить текстилем. Текстилем, допустим, мы вешаем красивые шторы, делаем опять те же подушечки, да, где-то, может быть, чехлы на мебель надеваем, скатерть на стол, и все это начинает уже играть по-другому. Плюс еще какие-то декоративные моменты, там, допустим, ваза, не знаю, статуэтки различные, ну, современные. Вот, поэтому вот это все может играть и разбавлять интересы. И, соответственно, создавать уже новую картинку. Да, да, конечно. Ну, что ж, друзья, творите, создавайте у себя дома. Самое главное, чтобы был комфорт и уют в вашей семье. А мы, как вам начали гости, как за этого до нас сегодня в студию. А это дизайнер интерьера Наталья Кондрахина. Думаю, что на остальное зустричь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова